Вице-министр туризма и спорта Амирас Тулебаев провел отчетную встречу с населением Алматинской области. Пообщаться со столичным гостем также пришли общественники, журналисты, представители федерации по разным видам спорта и турбизнеса, прославленные атлеты Алматинской области и депутаты Маслихата. Заместитель главы министерства выступил перед собравшимся с докладом, в котором рассказал о текущей деятельности ведомства. По его словам, в Алматинской области по итогам 2023 года было обслужено порядка 408 тысяч туристов. Таким образом регион вошел в топ-5 лидеров по стране. А в текущем году в Алматинской области особое внимание уделяется инвестиционным проектам. Среди них наиболее значимые это строительство визит-центра, зоны отдыха «Олсизим» и спортивно-технического комплекса «Сокол». Также Мирас Тулебаев рассказал о реформах в сфере игорного бизнеса и лотерейной деятельности. «Поскольку в ходе проверки мы выявили ряд вибросовестных субъектов игорного бизнеса, которые нарушали действующие законодательства, нарушали прежде всего права наших граждан. И вот исходя из таких целей, как защита конституционных прав и законных интересов наших граждан, мы выезжаем на проверки на основании технических жалоб, обращений, на основании профилактического контроля, мониторинга, анализа социальных сетей, интернет-эскурсов. И выявляли, и уезжали на места, и какие-то факты поджидали, к сожалению. И такие заведения сейчас у нас закрыты. Может быть, вы тоже, наверное, видите, что некоторые вдоль дороги по игорной зоне есть закрытые заведения. И там закрыли пять залов игорных заведений. Бренды вам известны, здесь я логучек не буду, чтобы в моих словах не послежилась какая-то антиреклама. Тотализаторы практически все лишены лицензии. То есть, ну, кому интересно, подробнее я могу попозже рассказать. Спасибо. Спасибо.